Уважаемые граждане России, весь, наверное, мир, который празднует по-настоящему этот День Победы, потому что это не только День Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, но и День окончания фактического, понятно, что была еще и Япония, но День окончания фактически Второй мировой войны. Потому что именно этим днем определен тот порядок жизни, который живет сегодня все человечество и который, несмотря на то, что, конечно, разные есть мнения, но которые, тем не менее, в основном не нарушаются и тот порядок, по которому, собственно говоря, существует мирная жизнь для всего мира. Мы видим, что там, где конфликты, а то они идут только там, где кто-то забывает итоги Второй мировой войны, забывает, что это не только Великая Победа, но это правило, по которым живет человечество, и тот, кто забывает эти правила, он получает всегда войну. Ну, прежде всего, я, конечно, хочу поздравить ветеранов России, тех, кто принес эту победу, тех наследников ветеранов, которые понимают, что эта победа пришла непросто, 27 миллионов жизней. И я хотел бы обратить внимание, что сам этот праздник, он действительно является главным в нашем народе, и не случайно именно на него сделал ставку Владимир Владимирович Путин, когда опирается идеологически на процесс восстановления Отечества и на поддержку народа. То есть этот праздник и изучение, почему мы победили, собственно, и дает ответы, как победить сейчас. Я всех поздравляю с этим праздником, уверен, он нас научил, и он обеспечит нашу дальнейшую победу, победу национально-освоительного движения, восстановление нашего Отечества, его свободы и независимости, и его территории. Еще раз всех с праздником, поздравляю!